И вы знаете, что наши молитвы все Богом услышаны. О чем наша церковь молится? Вот мы договариваемся с вами, да, и молимся об определенной нужде. И мы вроде как не видим особенных результатов пока. Но Бог свидетельствует через Слово Своё, которое Он дает, Он уже дает как ответ на молитвы. Даже если опять вернусь к тому, что мы сейчас молимся с вами, расширь наши пределы. А ну-ка, кто молится? Честно, кто об этом молится? Слава Богу за вас. Так вот, Бог отвечает на это. Помните, был такой один из ответов на эту молитву? Что Бог будет расширять наши пределы терпения, да? Но так как мы продолжаем об этом молиться, Он мне сказал сразу три проповеди дал об этом. Я буду говорить из воскресенья в воскресенье. И сказал, на основании оси, опять вернуться к этому интересному слову. Сейте себе в правду. И пожнете милость. Распахивайте у себя на вину. Ибо время взыскать Господа. Чтобы Он, когда пришел, дождем пролил на вас правду. То есть, Бог опять возвращает к этому слову и раскрывает его. Давайте обратим внимание на эти слова. «Распахивай у себя на вину». Все же Господь хочет, чтобы мы углубились в себя. Углубивши себя, посмотрели, где у нас там есть на вина, что там надо распахивать. Что это означает для нас, лично, каждого? Ведь для того, чтобы были раздвинуты наши границы, наши пределы. Не внешние, а внутренние, они должны раздвинуться в начале. Внутри нас должны расшириться наши возможности. Мы все уже знаем, что Бог, когда посылает нас на землю, мы здесь не случайно рождаемся. Правда? Абсолютно все мы посланы. Но если посланы Богом, значит посланы с определением. Поэтому у каждого из нас есть свое определение. То есть, Бог в каждого из нас вложил свой потенциал. Для каждого из нас. Это способности. Это возможности. Кто имеет какие способности, какие возможности. Но все имеют. Но, к сожалению, человек может прожить всю свою жизнь и не определить своих способностей и своего предназначения. И даже те, которые уже в служении, могут не до конца открыться. Не расширить пределы. Остаться в узком понимании своего служения. Использовать частично потенциал. Ведь в начале, когда мы приходим только к Господу, нам что-то чуть-чуть открывается. Но по мере нашего духовного роста, по мере нашего приближения к Господу, у нас открывается больше и больше. Где открывается? Внутри нас. И человек думает, что он получил откровение великое, что это сейчас с ним произошло. Бог сейчас дал нам дар. Однако, эти возможности уже были в нас. Но иногда они лежат мертвым грузом. Они не были востребованы. До времени, когда Бог призвал. Но Он призывает тебя распахать в себе на вину. О чем это говорит? В себе найти то, что еще не востребовано. Тот потенциал, который в тебя вложен. Поискать пред Господом. Надо задействовать. Все сто процентов. То, что в тебе есть. Задействовать. Нельзя так уйти на небо и не востребовать все, что Бог в тебя вложил. Это просто даже обидно. Для того, чтобы было нам понятнее, я к такому примеру примитивному обращусь. Получил человек наследство. Какое-то огромное поле. Да, в тысячу гектар земли. И вот эта тысяча, она ограждена для Него. Но Он увидел только 500, оградил для себя эти 500 и там работает. Он честно работает, благородно работает, хочется сказать. Получает с Него урожай, дает десятины царю и священнику, и кормит семью. Все делает. Но 500 гектар остались. Они по наследству Его. Но Он их не взыскивает даже. Он может смотреть на сторону, на соседей. Вот там есть, вот тут есть. А то, что Его личное получил по наследству, Он не видит. Поэтому Осия говорит, у себя поищи. У себя распахай на вино. Сколько ты можешь человеку принести пользу Богу, если ты найдешь себе то, что Бог вложил? Но если человек у себя не ищет, а молится, дай Господи, дай Господи, где-то дай. Уже дал. И если ты не искал внутри тебя, и скажешь, Бог, пожалуйста, дай мне больше, дай мне больше, Бог уже дает тебе. Уже у тебя есть, просто открой. Открой, больше ничего не надо. Взыщи. Расширь свои границы, своего видения. Взыщи Господа. Как мы можем открыть свои границы, видения? Только когда мы приходим к Господу, на свет. Поэтому Осия говорит, распахивай себя на вино. Ибо время взыскать Господа. Как еще сказать? Время взыскать Господа. Взыщите Его. Придите пред Его лицо. И Он вам покажет. Вы знаете, что у орла и у курочки разные границы видения. Вы знаете, орла и окурки если курочка ей повезет и взлетит на забор, то ее границы видения очень ограничены. Заметили? Она видит чуть-чуть. Может, кусочек там поля или двора. Что можно сказать про орла? Когда он взлетает на высоты, какие перед ним открываются широты? Какое у него видение? Какие у него ограничения? С курочкой не сравнишь. Правда? Кем мы призваны быть? Раскройте крылья, как у орла. Взлетите. На высоту. Чтобы увидеть свои границы. С высоты знаете, как хорошо видны ваши границы? Не надо сидеть в курятнике. Мы не курочки. Мы орлята. Понимаете? Мы призваны летать с Господом. А как это возможно? Опять вернусь к Господу. К молитве. В молитве мы можем подниматься очень высоко. Потому что у молитвы есть крылья. А крылья у орла поднимаются от ветра. А ветер под крыльями это Дух Святой, который поднимает нас. И когда мы в молитве в Духе поднимаемся в небеса, мы видим такие широты. Такие возможности. И даже в себе возможности открываются, понимаете? Бог указывает на наши возможности. На наши пределы, какие мы уже имеем и какие можем еще расширить. Это внутри нас. Поэтому через осью Бог говорит, распахайте у себя. Не надо смотреть дальше. Потом покажет Господь, Он поведет дальше. Сначала распаши у себя. Внутри нас. Я покажу вам один пример из Ветхого Завета. Когда Бог говорил Моисею о том, что нужно построить скинью собрание. Это был непростой труд. И Бог избирал служителей, Бог избирал служителей на то, чтобы построить скинью собрание. И Он указывал имена и фамилии, хочется сказать, род. Кто должен чем заниматься. Я приведу вам два примера. Веселил и Агалиф. Бог вложил в них способность. Я хочу прочитать это место. Исход 35, 30, 35. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно, веселила сына Урия, сына Ора из колена Иудина. И исполнил его Духом Божьей мудростью. Разумением, ведением, и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди и резать камни для восстановления. И резать дерево и делать всякую художественную работу. И способность учить других. Вы смотрите, сколько! вложил в сердце его его и Агалиева, сына Ахисамахова из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы дать всякую работу резчика и искусного ткача. и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой, весоной ткани. И ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Когда Бог вложил? Когда? Вот когда сказал, ну вот теперь вот тебе ткань и вот тебе нити. Они уже с этим родились. Это Бог уже в них вложил. Они, может быть, в Египте немножко шили. Немножко что-то по дереву делали. Но когда Господь их призвал, вот эти все границы расширились в процессе в процессе стали расширяться их пределы. И понимание и знание, потому что Бог уже вложил. Все, что от них ожидалось, это распахивать на вино. Потому что они это первый раз делали, они этого еще не знали. Понимаете, что такое раскрыть крылья, как у орла? взлететь на высоту. Бог дает нам способность. Бог дает нам способность еще при рождении. И мы рождаемся со своими, так сказать, талантами. Откуда у нас эти таланты? От Господа. Вы можете с этими талантами и зарыться, а можете эти таланты все употребить. это от нас, как мы хотим. Хотим или не хотим. Но когда хотим и приходим к Господу и говорим «Открой! Чем я еще могу послужить тебе? Что еще внутри меня я не знаю?» Бог открывает. Бог дает, как Он сказал, способность. Представляете, какая приязнь? Бог дает способность человеку, а затем употребляет эту способность, когда человек хочет этого. Вот и Павел очень интересно сказал. Второе Коринфлян 3, 4, 6. Он говорит, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Какую уверенность мы имеем в Боге через Христа. не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то о себе. Мы же знаем, что это не от нас, правда? Это способность от Господа. То есть, Он говорит, не как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Вот это уже совсем к нам. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Но мы можем эту способность не употребить. Неохота. Хочется просто пожить в этом мире. И с этой способностью землей закопают. Как сказал один очень интересный проповедник, самое богатое на свете это кладбище, потому что там захоронены сокровища Божьи. Кто не употребил и с ними захоронился. Надеюсь, это не к нам. Итак, Павел сказал, что мы имеем способность и наша способность от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. потому что Буква убивает Дух Животворитель. Ни Петр, ни его Андрей брат, ни другие апостолы. Они не родились и сразу стали проповедниками. Но у них уже была эта способность. Вы понимаете, Бог избрал тех, в ком уже это все было. Бог только призвал, а им что надо было? Не полениться распахать на вину. Это труд. И они пошли. Когда мы желаем расширить наши пределы, наши границы, наши возможности, мы должны знать, что это все поможет нам сделать Господь. И все это происходит в первую очередь внутри нас. Потом Бог будет расширять служение. А пока, если с вашими ограничениями расширить служение, что будет? Комедия будет. Комедия будет. Итак, в первую очередь, Бог хочет расширить возможности внутри нас. чтобы затем уже употреблять дальше. Но мы должны понять, что распахивать на вину нелегко. Мы знаем с вами, что это очень большой труд. Как мы с вами видим, даже потому, что Он раскрыл нам возможности терпения. Труд или не труд распахивать эту на вино? оказывается, труд, еще какой? Это непросто. И если мы с вами это понимаем, значит, мы должны приготовиться к труду, чтобы распахивать свою на вино. Возьмем такой пример, даже с этим полем. У того человека, который 500 гектар не заметил, годами это поле не касался человек, и оно не обрабатывалось. На что оно будет похоже? Что там будет? Ой, сколько там бурьяна, сколько сорняков. Там камни, там ямы и пригорки, там что угодно. Там столько хлама и мусора. Но здесь с чего приходится начинать? С уборки. Правда? Вот эту на вино распахивать приходится с уборки. Это непростой труд. Поэтому человек, когда посмотрит на эту на вино, думает, не, не, я не могу. Это не для меня. Я не способен. Почему? Лопату в руки взять не хочется, да? Кажется, что не способен. Нет. Бог дал тебе способность быть служителем Нового Завета. Надо просто начать работать. Надо просто этого захотеть. Засучить рукава и поработать над собой. Если ты очень хочешь исполнить свое предназначение, значит, потрудись. Господь всегда будет помогать. Он все время рядом. Он все время трудится. По сей день я видела видение Бога, Он засучил рукава. Он по сей день делает. И я делаю написано. Это Иисус сказал. Итак, служители Нового Завета, нам надо расширить нашу новину. И что мы должны расширить? Чтобы расширилось служение? Внутри нас должны расшириться пределы нашего терпения, как мы знаем. Пределы нашего послушания. Пределы понимания. Пределы смирения. Пределы кротости. Пределы знаний. пределы отношений с Господом. Пределы веры. Пределы желаний. Пределы знаний слова. Пределы любви. Ой, еще сколько пределов. Это все наши пределы. Мы себя ограничили. Все, что я вам сказала, это правда. Если вы возьмете на заметку, вы увидите. Вот в этом всем мы ограничены. Но когда мы приходим к Господу и получаем как бы откровение, на самом деле мы увидели, ой, на гектар больше. Мы просто увидели чуть больше. И наши границы должны расшириться. Границы наших возможностей. Но для того, чтобы их раздвинуть, надо что? Раздвинуть в первую очередь? Границы нашего видения. Посмотрите вдаль. Не вот так, вдаль. Я хочу служить, я буду служить. Посмотрите вдаль. И здесь будем чистить, а вдаль смотреть. Расправить крылья. Еще раз говорим. Как Бог нам уже сказал, о наших пределах терпения, будем расширять терпение и все границы. Всей себе в правду и пожнете милость. Распахивай у себя на вину. Ибо время взыскать Господа. Чтобы что? Чтобы Он, когда пришел, дождем пролил на правду вашу. То есть то, что ты уже сделал, распахал, Бог туда Духом Святым прольет. Он не прольет туда, где сорняки, камни, мусор, рабочий. Нет. Он прольет туда, где вы распахали. Он прольет туда, где вы распахали. У меня же нету сил. Вот сила и прольется. Куда? На то место, где распахали. Бог помогает расширять наши пределы и помогает нам расширять наши пределы понятия любви. И Его любви, и нашей любви, нашей любви надо тоже расширить пределы. Вы знаете, как мне Бог открыл? До Божьей бесконечности. до Божьей безграничности. Когда Он начнет в нас взращивать вот это новое понимание любви. Там, где мы никогда не любили. Там, где мы никогда не рассматривали, что это возможно любить. Что это возможность такая есть. Нам надо расширять границы. Именно за пределами нашего понимания, нашего разумения, начинается, что пределы Божьи. Поэтому мы должны выйти за наши рамки. Вот как интересно сказали о любви Божьей Ефесянам 3 18 19 чтобы вы укорененные утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христовой. Что такое превосходящее? Превосходит наше разумение. У нас предел разумения. Превосходящее. Я об этом буду говорить подробно в следующих проповедях. Здесь немножко короче об этом. Но мы должны расширить наши возможности понимать Бога. Понимаете? Понимать Бога. Это тоже ограничено. Дабы вам исполнится всей полнотой Божьей. Чтобы исполниться всей полнотой Божьей, что нам надо расширить границы понимания. Если мы не расширим границы понимания, мы не сможем. Восхитить полноту Божьей мы не сможем. Превосходящее значит вышло за пределы. За пределы. Невозможно исполнить полнотой Божьей, если остаться в наших пределах. В наших ограничениях. Своего разумения. Я так понимаю и все. Надо расширять свое понимание. Некоторые боятся расширить свое понимание. Они держатся за то, как узнали, как познали, как не знают за что. Тогда вы приехали, вы никуда не пойдете дальше. Господь зовет свои глубины. Итак, как в человеке достигается любовь Божья, о которой сказал Павел, достигайте любви. Достигайте любви. И ревнуйте о дарах духовных. А потом он сказал, и я покажу вам путь превосходящего. то есть в процессе достижения опять что происходит? С чем сопряжено достижение? С усилием. Даже спортсмены знают, даже ученые знают, все знают. И вы, я думаю, на своем опыте знаете. Любое достижение в нашей жизни сопряжено с усилием. Все, что на поверхности лежит, усилие не надо взять. Но оно и не ценно. То, что на поверхности и не ценно. Но все, что хотите достичь, нужно приложить усилия. То есть всякое достижение сопряжено с самопожертвованием ради этой цели. Там нужна жертвенность ради этой цели. Как написал и Павел Коринфлианам. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного. А мы нетленного. Все подвижники. Все, то есть, кто старается что-то достичь. но мы для нетленного венца. Так же и любовь. Я хочу вам сказать как формулу. Насколько ты готов к жертвенности, настолько ты и любишь. Хочу, чтобы услышали. Насколько ты готов к жертвенности, настолько ты и любишь. Можно определить свои пределы любви именно по качеству жертвы. Чем ты готов пожертвовать для Бога и ради любви к Нему? Телевизором? Креслом? Чем? Это твоя любовь. Понимаете, каждый пускай сам себе честно ответит. Это и будет твоя любовь. Это так Бог определил твою любовь. Посмотри и честно скажи сам себе. Бог взвешивает твою жертву. Чем ты пожертвовал ради Его любви? И вот так Он определяет, легкая она или весомая. Насколько глубоко и далеко ты готов пойти за Иисусом? Еще расскажу. Насколько глубоко и далеко ты готов пойти за Иисусом вместе с Ним? Может это только одни молитвы, слова? Подумайте все. Он же позовет. Насколько ты пойдешь далеко и глубоко. Насколько и будет твоя любовь определяться? Это ее пределы. Насколько глубоко и далеко ты пойдешь за Иисусом? Готов пойти за Иисусом? И вместе с Ним это твои пределы любви. Если твоей любви хватает только на то, чтобы прийти в воскресенье сюда, это твоя любовь, это пределы твоей любви. Если твоей любви хватает приходить и в следующие дни, поститься и молиться, это также твои пределы любви. Но если твоей любви хватает на то, чтобы пойти с Иисусом и на Голгофу и на крест, это любовь безгранична. Это та любовь, к которой вы призываете. Апту и у мои дорогие. Я вас благословляю. Я хочу, чтобы это слово вошло в вас. И не вышло. Пусть оно останется внутри вас. Я благословляю вас на то, чтобы оно осталось внутри вас. Чтобы оно лежало внутри ваших сердец как сокровище. Когда вы будете на ложах своих, чтобы это сокровище поднималось к вам в вашу память. Когда вы будете идти по улице, пусть будет в вашей память. Пусть это слово говорит внутри вас. Это слово speak within you. . Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...